Вы слушаете канал жаж.клаб «Огонь святого Антония». Огонь святого Антония – оса, или ведьмина корча, это заболевание, вызванное употреблением в пищу заражанного грибками зерна ржи, вызывающего отравление спороньей, эрготизм. Общее название болезни происходит от средневековых монахов-бенедиктинцев, посвященных этому святому, которые предлагали лечение страдальцам, иногда используя для этого мощи святого. Элемент «огонь» относится к ощущению жжения, которое люди, страдающие этим заболеванием, часто ощущают в конечностях тела. Эрготизм менее известен, чем чума «черная смерть», но постоянно присутствовала на протяжении всего средневековья. Нельзя узнать точные данные, сколько людей погибло от этой болезни. Хотя, только во время одного зафиксированного случая во Франции в 994 году от начала нашей эры, болезнь привела к 20 000-40 000 смертей по всей стране. ОСА, с его частыми симптомами гангрены, конвульсиями, язвами и даже галлюцинациями, преследовал средневековое общество, часто способствуя жалкому существованию многих людей. Святой Антоний, 251-356 ГГ. Основатель христианского монашества и покровитель могильщиков. Святой Антоний, он же Антоний Великий, родился в знатной семье. Но в возрасте 25 лет он раздал все свое имущество бедным, следуя совету святого Матфея. Он отступил в пустынную местность в Египте вдоль реки Нил, недалеко от горы Писпир, ныне Дюр-Эль-Мимум, где жил в уединении с 286 по 305 год от начала нашей эры сообщается, что, живя жизнью монаха, он боролся с дьяволом, сопротивляясь искушению. Эти истории позже будут включены в христианское богословие. В честь жизни и борьбы святого Антония в 1100 году в Гренобле, Франция, был основан орден госпитальеров святого Антония. Там был создан центр по уходу за людьми, страдающим эрготизмом. Стены больницы были выкрашены в красный цвет, чтобы имитировать ощущение сжения, испытываемое теми, кто страдает от этой болезни. Монахи носили черные одежды, украшенные синим крестом. По всей средневековой Европе были основаны дополнительные больницы для оказания помощи всем нуждающимся. Основное лечение, практикуемое в больницах, состояло в том, чтобы кормить пострадавших зерном, не содержащим спор с парыньи. Болезнь огонь святого Антония, также известный как «священный огонь» или «внутренний огонь», был распространенной болезнью в средние века. В течение всего периода происходили волны вспышек, от которых заболели миллионы и погибли десятки тысяч людей. Вспышки были результатом выращивания большего количества зерна ржи и увеличения числа людей, употребляющих зараженную ржаную муку. Те, кто заболел, пострадали от отравления грибом с парыньи, целовисеп и сперперея. Этот особый гриб рос на ржи, главном ингредиенте при выпечке хлеба. Только в 1596 году немецкий врач Винделин Телеус связал грибок с парыньи с зерном ржи. Гриб, однако, не был неизвестен. В 1582 году другой немецкий врач, Адам Лансье, описал использование небольших доз «три зерна» с парыньи для создания сильных сокращений во время родов у беременных женщин. Святой Антоний. Фото www.worldhistory.org как старейшее зарегистрированное заболевание растений. Самое раннее упоминание с парыньи датируется 1100 годом до нашей эры в китайских трудах, подробно описывающих его использования в акушерстве. Ассирийская клинописная табличка, датированная 600 годом до нашей эры, описывает пустулы на зернах. Первая задокументированная эпидемия отравления с парыньей произошла во французском регионе Аквитания в 944-945 годах. Во время первой вспышки почти 20 тысяч человек заразились и умерли. Вторая вспышка, 40 лет спустя, привела к гибели почти 40 тысяч человек. Симптомы эрготизм – это заболевание, вызываемое заплесневелым ржаным зерном, содержащим эрготамин грибов. Эрготизм проявляет две основные характеристики – гангрена, при хроническом эрготизме, или судороги, при остром эрготизме. Химический состав отравления с парыньей часто заставляет пострадавших казаться «сумасшедшими». При отсутствии лечения приток крови к конечностям инфицированного человека ограничивается, вызывая ощущение сжения, а на более поздних стадиях начинается гангрена, в результате чего пальцы рук и ног отваливаются. Галлюцинации, возбуждение, язвы, мышечные спазмы, тошнота, бессонница и судороги являются дополнительными симптомами эрготизма. Это состояние может быть источником «танцующих эпидемий». Танцевальные эпидемии, также известные как танцевальные эпидемии или тарантизм, произошли между XIV и XVII веками N.E., различные средневековые хроники описывали группы людей, танцующих иногда месяцами подряд. Эти танцы, по-видимому, были непроизвольными и, возможно, были результатом отравления спорыньей «М». Продолжение истории читайте на сайте jah.club